В их работе важно все, любая оплошность может стоить жизни. Поэтому во время теоретических и практических занятий сотрудники группы охранных грузов максимально сосредоточены. Полученные в аудиториях знания они применяют на практике во время длительных командировок по сопровождению спецгрузов. Подразделение специфичное, оно выполняет различные задачи, непосредственно связанные с охраной грузов при их транспортировке. То есть комплектуются эти подразделения непосредственно теми работниками, которые наиболее, как говорится, лучше зарекомендовали себя, показали свои, как говорится, знания, способности, умения и навыки работать в отрыве от пункта дислокации. Подразделение по охране грузов было образовано на базе Саровского отделения атомоохраны в феврале 2013 года. С момента создания в нем работает Антон Симуков. В прошлом году руководство приняло решение выдвинуть его на конкурс «Человек года Росатома». В отраслевой программе участвуют 36 организаций госкорпорации. Антон будет представлять Саров в номинации «Защита Густайна и информации». Это человек, который способен выполнять задачи, возглавляя караулы, отдельные наряды, при выполнении различных задач на различных видах транспорта, действительно успешно. Чтобы качественно выполнять служебные задачи, нужна хорошая теоретическая подготовка. Помимо умения метко стрелять, знаний нормативно-правовых документов, каждый из сотрудников должен быть предельно внимательным, собранным, готовым в любой момент взять ситуацию под контроль. Как говорит Антон, этими качествами обладают все его коллеги, и в командировках с этим трудностей не возникает. Самое сложное то, что от семьи далеко находишься, и не имеешь возможности домой прийти, жену обнять, с ребенком поиграть. Скучаешь по ней. Командировки бывают очень длинными. Приходится преодолевать расстояние в несколько тысяч километров. Но как бы далеко не был пункт назначения, главная задача – доставить груз в целости и сохранности. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.